Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу про две модели шлемов LS2, дорожные версии. Одна модель называется FF327, с нее я и начну. Очень интересная модель. Во-первых, у нее необычный такой агрессивный дизайн и очень-очень много продувки. Я, если честно, пыталась посчитать, со счета сбилась. Давайте вместе посмотрим. По бокам воздухозаборники. Это две дырочки. Здесь сзади еще две. Это четыре, пять, шесть. Спереди, еще на макушке совсем спереди, вот еще одна продувка. Это уже получается семь-восемь. И классический вариант здесь, который тоже регулируется в нескольких положениях. Можно пустить, сделать средний и совсем закрыть. Визор защелкивается на такой замочек и, соответственно, нажатием на него открывается. Очень здорово то, что во всех современных шлемах сейчас стали делать такие встроенные черные стеклышки. Не пугайтесь, это красный ободок, это защитная пленочка наклеенная. Когда вы будете шлем использовать, вы эту пленочку снимаете, соответственно, вот этого красного ободка не будет. Очень удобно, потому что не нужно визор менять, когда яркое солнце. Вы просто опустили эти очки и поехали. Соответственно, как только стемнело, убираете эти очки одним движением назад, и все, и у вас обычное стекло. Этот визор, соответственно, можно использовать спинлоком. Очень тоже это все удобно, если необходимо. И я, кстати говоря, первый раз вижу, чтобы в шлеме сделали такая, в общем, я считаю, это пассивная защита райдера. Это, видите, спереди производитель сделал отражающую такую полосочку, и, соответственно, когда попадает свет от фар автомобиля, ну или от фонаря, неважно, и здесь, соответственно, все это начинает светиться, и гонщика и мотоциклиста видно издалека. Да, очень интересно сделана внутри обшивка, так называемая, шлема. Если так вот можно, еще туда заглянуть, посмотреть. Это все из гипоаллергенной ткани, очень мягенькая, комфортная, просто даже на ощупь приятно это все трогать. Здесь снаружи из кожзаменителя вставочки, специально для того, чтобы шлем дольше служил и не цеплялся, не обтирался. Также тоже здесь светоотражающие вставки, для безопасности. И обязательно уже тоже во всех нормальных современных шлемах делаются специальные такие лямочки, чтобы в экстренном случае можно было аккуратно вынуть эти щечки и извлечь голову аккуратно из шлема. Защелка в виде трещотки. Сейчас я вам тоже покажу. Такая тоже в нескольких позициях она защелкивается, и удобно отщелкивается обратно, совершенно без проблем. Это все использовать тоже очень-очень удобно. Шлем легко разбирается, его можно постирать, помыть совершенно без проблем. И сейчас... А, еще хотел сказать, что весит он, кстати говоря, при всем при этом достаточно легко. Он не тяжелый, 1350 грамм. То есть для такого шлема я считаю, что это очень-очень-очень хорошо. И переходим к следующему образцу. Это шлем для тех, кто, в общем-то, не гонится за какими-то супер-пупер наворотами, кому нужен классический шлем, который хорошо защищает и, в общем, без всяких излишеств. Все необходимое есть в нем. В нем минимум продувки, который работает максимально правильно. В центре воздухозаборник в двух положениях, который работает. И, соответственно, здесь еще сзади тоже такой... Но это скорее не воздухозаборник, да, а чтобы воздух, который попадает спереди, отсюда он выходил. И спереди под стеклом тоже воздухозаборник, который работает так вот необычно немножко. В нескольких положениях его можно фиксировать. Поэтому, получается, в трех положениях он фиксируется таким образом. Стекло тоже можно использовать спинлоком. И, кстати говоря, я вот про тот шлем тоже забыла сказать. И про этот оба они специально сделаны для того, чтобы можно было совершенно спокойно туда встроить гарнитуру. Там внутри есть специальное углубление для наушников. И подкладочка сделана перфорированная специально, чтобы можно было эти наушники так туда встроить. Здесь снаружи также сделана из кожзаменителя. Специально, чтобы дольше шлем служил. Тоже защелка в виде трещоточки, которая в нескольких положениях может быть застегнута. В этом шлеме тоже есть обязательно... Сейчас покажу, где это... А, вот она. Темное стеклышко, что очень удобно. Обшивка внутри шлема немножко из другого сделанного материала, но тоже все очень приятное на ощупь, тоже гипоаллергенны. То есть тоже все это разбирается, и можно легко помыть. В этом шлеме еще здесь сделан более тонкий поролончик специально для того, чтобы вы могли использовать этот шлем с очками, которые наносите, если у вас зрение минус, плюс, неважно, если вам нужно ездить с очками, но обычно это диоптрий, который минус. Здесь можно очень комфортно ими пользоваться. И, естественно, дополнительно к этому и к тому шлему можно купить разные визоры. И еще бонусом идет вот такая приятная штучка. Это такой яркий, хороший, мягенький мешочек. Так что очень правильный выбор для города. Смотрите, выбирайте то, что вам больше по душе, то, что больше подходит по форме головы. И, соответственно, один шлем чуть подороже, другой чуть подешевле. Все на любой вкус.